Первым делом хочу поговорить о расстоянии. В Тесле заявляют, что одной зарядки хватит на 565 километров. Но я по своему опыту знаю, что электромобили не могут проехать такое. Насколько большой у вас опыт, Джереми? На скольких электромобилях вы ездили? Двух. И оба они проехали меньше заявленного расстояния. Это зависит от температуры, от миллиона факторов и... Нам необходимо ясно дать понять, что расстояние зависит от множества факторов. Да. Большинство людей ездят не так маньячно, как вы. Это не так. Скорость 55. Это сейчас. Итак, мы согласны с тем, что автомобиль может проехать 565 километров между заправками, верно? Не знаю, я не проверял. Я считаю, придется согласиться, поскольку у нас нет доказательств обратного. То есть вы принимаете на веру слова автопроизводителя? Воксхолл называет свои машины захватывающими. Я бы не стал оспаривать их мнение по телевидению, не имея веских доказательств обратного. Мы же не собираемся доказывать, что автопроизводитель не прав, верно? Ладно. Аккумуляторы. У нас на шоу уже был опыт электрического пожара во время аварии. Здесь стоят те же аккумуляторы, что в Римаке. Но это была авария, верно? Машина съехала с горы и перевернулась. Хотите сказать, что Хаммонд не видит из-за руля? Я ничего не утверждаю, просто это была авария. Люди не понимают, что если разбить электромобиль, то литий-ионные аккумуляторы могут загореться. Часто пожарная бригада просто заливает водой всю электронику, и пока вы сидите в горящей машине, вас еще и током бьет. Это стоит учесть, не так ли? Нам необходимо ясно дать понять, что мы не намекаем на какие-либо дефекты в этой машине. Вспомните про Самсунг с их аккумуляторами. Мы же не собираемся порочить Самсунг, верно? Я думаю, что аккумуляторы – это хороший пример для закона о клевете и обзорах в частности. Необходимо соблюдать баланс. Нужно говорить и о плюсах, и о минусах. Это стоит учесть. Вам стоит учесть то, что я пишу на экране. Заткнитесь. Я знаю, что нам необходимо обсудить. Я считаю, что главный минус этой машины – ее ширина. Ее ширина – 2 метра. Она не сможет проехать по мосту Альберта в Лондоне. В самом деле не может. Или вы имеете в виду ограничения на ширину на узкую дорогу? Я хочу сказать, что она слишком широкая, чтобы вписаться в ограничения по ширине в начале и в конце моста Альберта. Идеально. Но в ее размерах есть и одно преимущество. Особенно на парковке супермаркета, когда в модели «Х» полно юристов. Это может быть интерпретировано как... Нет, нет, послушайте. Что имеете в виду, то и говорите. Таков закон. Останьтесь в машине, ладно? Не выходите. Так, телефон. Режим вызова – вперед. Извините, не перестаю восхищаться. Еще немного. Еще. И стоп. И так они не смогут открыть двери. Они в заперти. А значит, не смогут помешать мне сказать о главном недостатке этого автомобиля. Он стоит 156 тысяч фунтов. Да, у него много плюсов. Да. Много плюсов. Но вот в чем вопрос. Это и впрямь кроссовер, который всем нам понравится. За такую цену нет. Да. Да, цена идиотская. Но мне понравились фишки. Да, кстати, об этом режиме вызова автомобиля. Он не всегда срабатывает. И еще есть вопрос с определением помех, прежде чем перестроиться на другую полосу. Как ты это выяснил? Я не могу сказать. Мне эту фразу написал юрист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова